И представляю вам Степана Суворова, CTO в компании StudyTube, который вам расскажет это вау. Вообще очень интересно будет. Спасибо. Всем привет, всем спасибо, что дожили до последнего доклада. И чтобы понимать, что, так как доклад получился последним, а тема, в принципе, после предыдущей такой классной лайтовой, это иногда надо удаляться в специфику. И чтобы все еще воспринимают информацию, я бы предложил мне помочь и поиграть в такую игру. Каждый раз, когда я буду спрашивать поднять руку, кто там что-то работал, не работал, пожалуйста, поднимайте не одну руку, а две руки. Если вы поднимаете одну руку, я понимаю, что вы уже все, вы уже выключились, можно дальше листать быстро слайды, уже информация не воспринимается. Если вы поднимаете, когда я спрошу, кто там работал с тем, вы поднимаете две руки, я понимаю, что вы еще здесь нормально продолжаем. Причем я буду вас специально провоцировать и буду говорить, поднимаем руку и сам показывать одну руку. Но вы еще поднимаете две, если вы еще продолжаете, если вы еще хотите дальше слушать доклад. договорились? Все, супер, полетели. От сердца к солнцу, да? Так вот, в первую очередь пару слов благодарности вот этому человеку, который я на самом деле, несмотря на то, что по специальности я именно из безопасности вышел, но я очень сильно ушел в программирование, так далеко ушел, что много чего забыл и посетив всего два доклада этого человека, он меня очень вдохновил, так вдохновил, что я сейчас стою перед вами, он показал, что просто на поверхности лежат некоторые темы, которые интересно покопать, интересно применить. Что за темы, потому что веб-безопасность это очень-очень в целом, что за темы я выбрал? Я взял такой список от вас, по вас такая организация волонтеров, которая собирает информацию, сколько денег компании потеряли, когда что-то у них сломали. И есть такой список топ-10. Если мы проанализируем, какие из этого списка больше всего встречаются, мы перейдем к пяти пунктам, из которых я решил подсветить следующие. И мы сейчас по ним пройдемся. То есть, еще раз проверочка, кто что-то слышал о кросс-сайт скриптинге, да? Супер. Кросс-сайт скриптинг, то есть базово, когда у нас хакер, что-то у него получилось загрузить в базу, он проверил, что назад нам вернулось… Вот сюда, только заговорили про кросс-сайт скриптинг. Он проверил, что ему вернулось какой-то там код, который должен был отфильтрован, юзер хороший зашел, ему опять это из базы вернулось, и какой-то плохой код выполнился в браузере пользователя. Ну, смысл атаки понятен. Какие есть разновидности этой атаки? Бывают не только, когда мы в базу сохраняем, а бывает, когда мы просто послали плохую ссылочку пользователю, то есть он зашел на наш какой-то ресурс, который не связан с тем ресурсом, который мы хакаем, и мы заставили пользователя перейти по специальной ссылочке с параметрами, которые в итоге вызовут что-то типа такого. С поиском еще мы выполним свой скрипт. Кроме этого, у нас есть, так как мы фронт-энд, у нас есть специальный дом-бейст, который тоже как рефлектив, только происходят они на уровне JavaScript, когда мы опять что-то не отфильтровали, и вот так вот, как у нас было в URL, так мы и сгенерировали HTML. Точно так же сработает у нас, как и reflected. Опять-таки, когда мы задумаемся, что самое плохое, что хакеры могут сделать, когда взломались, когда у нас нашли уязвимость CSS, все говорят, ну, утянуть куки, утянуть пароли, а кто как бы не держит в куках пароли, те, ну, тогда нам это все равно. Но так ли это? Вот как пример, что можно делать. Что вы тут видите? Ну да, просто, это просто логер, нажатие, и таким способом логера можно считывать, например, там формочка есть с кредиткой, и можно считать данные кредитной карточки. Или вот еще один тоже примерчик из ревального мира, когда это просто мы в браузер жертвы встраиваем майнинг криптовалюты. Так вот по-простому. И вот кто-то знает, кто-то не знает, есть такая утилита BIF. Для этой утилиты можно просто отдельный доклад посвятить. Что она делает, когда вы внедрили уязвимость, у вас есть прекрасный UI-интерфейс, где появляется ваша жертва, вот она появляется, и есть куча действий, что вы можете делать с компьютером, вообще с компьютером жертвы, не только с браузером. Тут пример показан просто послать алерт сообщения, но это доходит вплоть до снять с камеры пользователя. Понятно, там у него вылетит какое-то окошко блокирации, но это тоже легко обходится. Вы сначала покажете сообщение, что чтобы дальше продолжить просмотр, пожалуйста, разблокируйте камеру, и потом у вас появляется доступ к камере. Инструмент очень интересный, если вы хотите более подробно покопать в чем-то компьютере, да, рекомендую. Опять-таки к аргументу, что эти атаки, ну серьезные компании это не допускают на уровне каких-то банальных валидаций. Атака, которую нашли в гугле, уязвимость в этом году, это март этого года. Google был подвержен кросс-сайт скриптингу. Ну, понятно, уже пофиксили, тут внизу ссылочки, где можно почитать подробно, как нашли и как. Что мы можем делать для защиты, для защиты наших любимых проектов от кросс-сайт скриптинга? Конечно, первое, что приходит на ум, это санитизация. Но когда мы говорим о фильтрации данных, тут тема такая. Опять реальный пример. PHP, вот мы взяли junior, junior php девелопера. Ну, php просто, чтобы взять реальный пример. И он написал, что давайте я все скрипт-теги переправлю на спан-теги. Такой вот свой написал фильтр для входящих сообщений, для входящих чего-то. Поможет это или нет, как вы думаете? Если мы заменять будем, у нас есть какая-то там формочка, постить комментарии, и мы решили скрипт заменить на спан. Нет, то есть, да, уже как-то… То есть, вот такая проверка точно не поможет. Банально, потому что вы можете скрипт вот так записать, да, у нас HTML, он не case sensitive. О, началось, да. И уже пройдет. Не говоря уже, хакеры, они очень изобретательные. Они могут поместить в JavaScript source или такой вот вариант. И вариантов куча. То есть, стремиться написать свой санитайзер, это сразу нет. Потому что вы не умней десятков тысяч хакеров, которые пытаются подобрать и обойти санитайзер. То есть, уже есть готовые санитайзеры, их нужно использовать. Там как минимум покрыли все известные на данный момент уязвимости. Следующий момент, который хорошо подойдет, если у вас какой-то legacy проект, и у вас банально нельзя покрыть санитизацией все, потому что просто очень много. И вы можете как большую шапку сделать, большой зон такой защиты, настроив специальные заголовки. Content Security Policy. То есть, они настраиваются либо через хедеры вы посылаете их, либо добавляете в метаданные, в HTML. Очень просто записываются. И что удобно, они строго задают, к чему вы пишете. То есть, к какому типу ресурса вы будете обращаться. И вы можете разрешить или не разрешить определенный тип ресурса для конкретного домена. у нас могут быть разные ресурсы. Кроме нашего домена, у нас есть куча сертпати. И мы не можем сказать, что только наш домен. Но Content Security Policy позволит нам настроить гибко для каждого домена. Что мы разрешаем, что не разрешаем. API, CDN, какая-то аналитика или еще сертпати. Это хорошо, это мы пропускаем. Но когда появился внезапно inline-код, мы говорим, не, мы на страничке наши inline-код не разрешаем. Просто вот не разрешаем. Все наши скрипты находятся в JavaScript файлах, которые мы подключаем. Появился inline, наверное, это хакер. Появился какой-то просто скрипт, который как-то заинжектили с неразрешенного ресурса. Мы его тоже запрещаем. Довольно удобная политика. Опять-таки, чтобы покрыть большим зонтом, сразу все. Плюс, что удобно как раз для legacy проектов, что у нас есть режим report only. Если вы боитесь, что у вас что-то поломается, когда вы активируете эти политики, вы можете сначала сделать report only, собрать все места, которые еще нужно докрутить, какие-то сертпати, донастроить security policy. И когда вы уверены уже, что все настроено, выключаете report only и работаете на полную. Еще одна интересная тема по защите, которая вот сейчас активно развивается обсуждение, это проверенные типы, так называемые, для DOM. С чего это вообще все началось? Началось это все с jQuery. jQuery и вот этот вот метод, который делает какую-то магию. Многие не задумываются, многие задумываются. В конце концов, на сайте документации jQuery уже даже появилась переписка где-то в конце страницы, что аккуратно, это может быть опасно. Тут есть security issue. А почему security issue? Потому что в конечном итоге мы просто все добавляем через innerHTML. Ну, а innerHTML мы можем записать тут опять-таки все, что угодно. И jQuery за нас не будет это фильтровать. Но стоит ли нам просто заблокировать innerHTML, переопределить или что-то? Это, наверное, не решение. Потому что кроме innerHTML у нас есть куча разных свойств, которые туда мы можем записать все, что угодно, и будет просто происходить какая-то магия, что дает хакеру возможностей очень много. Так вот, возвращаясь к теме проверенных типов, что мы можем сделать? На данный момент мы все записываем в виде строк в дом, в тот же innerHTML. Но что, если мы будем записывать не строки, а объекты, специальные объекты? Причем дом уже позволяет это делать. Вы просто задаете специальный объект, и вы можете это записать. Причем для каждого типа контента вы можете создавать свой trusted type object. Как это можно включить? Опять-таки, возвращаясь к нашим content security policy. Через content security policy вы активируете trusted types. И говорите, что trusted types – это вот такой вот my policy тип. И теперь, если вы попытаетесь записать в innerHTML просто строку, то у вас выдаст какой-то фатал, и он просто не будет выполняться. Все безопасно. При этом, если вы запишите свой trusted object, все хорошо пройдет. И это уже является частью, еще не частью стандарта, но это уже драфт. То есть это уже будущее, это грядет. И я рекомендую, если вы еще не касались этого, начать с этим разбираться, потому что, мне кажется, скоро и фреймворки, на уровне фреймворка это будет включено. Но это очень хороший формат защиты, когда мы, еще раз повторю, не просто передаем строку и позволяем браузеру сделать всю магию, а мы говорим, что вот это объект определенного типа. И работать с ним, то есть если это был URL, который мы хотим строить, объект типа URL, мы там не ожидаем видеть тег типа скрипт. И также, если вам хочется более подробно познакомиться с этой темой, я тут скидываю ссылочку на доклад, посвященный конкретно этой теме, был в Амстердаме на JS Nation конференции. Следующая тема. Что-нибудь слышали о cross-site request forgery? Так, хорошо. Идем дальше. Cross-site request forgery. Кто не слышал? Что это такое? Атака очень простая и основана на проблематичной реализации браузера. Точнее, изначально, когда придумали браузеры, браузеры и куки, дали возможность браузерам делать с куками практически все. А все? Что значит все? Когда мы логинимся в систему, мы получаем какую-то куку. Она у нас записывается в браузер. Мы делаем действие, уже следующее действие, браузер автоматически крепит куку к нашему запросу, и поэтому все проходит на сервере. Классно. Запрос куда-то на отправку какой-то, трансфер денег в банке прошел. Но что может сделать хакер? Он может нам предложить свой сайт. Мы открываем его нашим браузером. Вот в нашем браузере есть кука. И хакер может какой-то скрытой формочкой или другим действием тоже сделать запрос. Запрос из нашего браузера. Запрос из нашего браузера делается с плохим действием. Вместе с кукой браузер любезно предоставляет хакеру куку из нашего браузера. И поэтому все выполняется. То есть новый трансфер куда-то ушел, каких-то денег. Тоже довольно актуальная, кто говорит, что cross-site request forgery было 10 лет назад. Сейчас этого нет. eBay на этом попал, ну, по-моему, это был 2013 год, когда причем они были очень наивны. Им зарепортили атаку. Они сказали, что не, с помощью вот этого запроса вы не можете изменить пользователя, изменить пароль пользователя. То есть это атака к нам неприменима. Но на самом деле хакеры просто сказали, ну окей, пароль мы не можем поменять, но мы можем поменять информацию, которая позволяет восстановить пароль. Ну, как бы вот так и вот так это случилось. То есть тому, кто репортил, пришлось даже записать 40-секундное видео, что это реально возможно. То есть это был белый хакер, который пытался доказать eBay, что им таки нужно пофиксить их проблему. Более свежее с Facebook. Этот год Facebook был намного более оперативен. Зарепортили 26 числа января. 28 уже разработчики Facebook и security team запросила детали, и 31 они пофиксили. То есть Facebook в этом плане был намного умнее, и более того, в феврале уже выплатили 25 тысяч долларов за репорт этой уязвимости. Тоже тут ссылочка приведена со статьей. Что же мы можем сделать, чтобы защититься от этого типа атаки? Есть такой механизм, который уже давно реализуют хорошие сервисы, который называется как специальный токен. Специальный токен. Что значит специальный токен? Опять происходит то же самое. Мы авторизируемся, получаем куку. Но кроме этой куки мы получаем еще одну дополнительную печеньку. Такую вот зеленую печеньку. Что он нам дает? Теперь браузер наш получил две печеньки. И мы отправляем запрос с печеньками. Тут все стандарта. Но кроме этого мы еще отдельно в JavaScript отправляем токен с опросом. Мы это можем сделать в Аяксе, в JavaScript. Отправить токен. То есть мы прочитали вот эту зеленую печеньку. Мы можем это сделать в JavaScript. И послать токен такой же, как была эта зеленая печенька. На сервере мы сравниваем куку с токеном. Смотрим все хорошо и можем выполнять запрос. Что же ждет хакера? Хакер получает действительно эти две печеньки. Но как он получает их? Он получает их в нашем браузере. Слава богам, что у хакера нет прямого доступа к кукам. Несмотря на то, что загрузили сайт хакера, хакер только может отправлять запросы, используя проблемность нашего браузера. То есть то, что отправляются куки. И действительно так и пойдет. Две куки отправятся, но уже не отправится сам токен. Он не сможет сформировать так запрос, потому что он не знает вот этих кук. Браузер их знает, и он по умолчанию их крепит. То есть токена у него нет, мы проверили, не совпадает и запретили доступ. Это алгоритм, который мы можем внедрять. Но есть хорошие новости. Уже есть стандарт, который называется same-side cookie. Same-side cookie, который вы легко можете активировать как атрибут для ваших кук. И тогда браузер будет знать, что какие-то супер-секюрные куки, как логин, пароль или так далее, и что-то не должно переходить на другой, не должно отправляться с другого домена. То есть same-side cookie стандарт говорит, что мы не крепим куки, если какой-то другой домен пытается сделать запрос на наш API. И, как видите, уже даже подключился интернет-эксплойер 11. То есть… А с другими браузерами… То есть у вас ничего не сломается, если вы активируете это прямо вот сейчас, вы получите только большую безопасность. Теперь поговорим, тема про зависимости и проблемы с зависимостью в библиотеках. В первую очередь зависимость – это какие-то инклуды с CDN. Опять-таки, кто грузит CDN? Никто сейчас не грузит CDN. Ну вот в прошлом году British Airways заплатила миллионы и миллионы долларов, когда попалась на уязвимости в CDN. Все было просто. Они загрузили какой-то… Был скомпрометирован CDN, и файл был подменен. То есть это был модернайзер, там подменили… Всего докинули там 5 строчек кода. Эти 5 строчек кода делали не что иное, как считывание кредитки. Но вы понимаете, что значит считывание кредитки. Если вы покупаете билеты у British Airways, данных по кредиткам ушло очень много. Компания потом потеряла вообще много денег, недооценив проблему с CDN. Как мы можем это избежать? Как мы можем, если нам все равно нужно грузить по какой-то причине какие-то серпати с CDN? Как это происходит? Вот здесь специально вот так вот jQuery. И хакер скомпрометировал CDN и отправляет уже на модифицированный jQuery, который дополнительно выполняет еще вредоносный код. До этого у нас выглядел наш HTML вот так. Но если мы добавим всего один атрибут, Integrity и пропишем туда хэш нашего файла, то браузер скажет, странно, хэш изменился. Я, наверное, не буду выполнять этот ресурс. Но если вообще совсем так по-крутому, то если вы работаете, да, вот браузер запретил, если вы работаете с какими-то серпати ресурсами, которыми не доверяете и не хотите туда посылать свои куки, а браузер наверняка их отправит, то еще можно атрибут вписать анонимность. Анонимность вы на серпати никакие куки не посылаете. Ну а чтобы у вас и не выполнился код, когда кто-то его модифицировал, то вы используете сабресурс интегрити. И тут, в принципе, тоже не такие плохие новости. Ну, интернет-эксплойер, увы, 11-й, кстати. Недавно вроде объявили, что уже заканчивается поддержка в следующем году, в июне 11-й версии. Все остальное зеленое. Опять-таки мы можем использовать это без проблем. То есть интернет-эксплойер просто проигнорирует этот атрибут, а для других браузеров мы получим более надежную защиту. Теперь про наш любимый NPM. Мы все плюс-минус JavaScript-разработчики. Вопрос. Кто знает все зависимости своего проекта? Из зависимости, подзависимости, подзависимости. Да, потому что NPM это такое дело, что вы даже не представляете, насколько он может уходить вглубь зависимости, подзависимости, подзависимости, и там оказывается, что используете какой-то пакет, который вы давно когда-то написали и забыли про него, а он используется где-то в зависимости ваших зависимостей. И правда, open source, такое дело. Относительно недавно, опять, true story, пакет, NPM-пакет, который имел 2 миллиона скачиваний, внезапно в него внедрили какую-то уязвимость. И как же так произошло? Давайте разберемся более подробно. Пакет, вот я когда готовил слайды, до сих пор полтора миллиона. То есть это после того, как была найдена уязвимость, через некоторое время до сих пор используется полтора миллиона. А зависимости, то есть других пакетов, которые используют этот пакет, еще где-то 2000. Это очень много. Имя ему EventStream. И был такой разработчик Dominic Tarr. Dominic Tarr это очень крутой разработчик. В мире open source он делает много. Он насоздавал тысячи различных библиотек, ну ладно, сотни различных библиотек, которые активно используются. И в какой-то момент он передает управление репозиторием какому-то хакеру Write9Control. Всю историю можно, кстати, посмотреть на GitHub. Почему он так сделал? Ну, он сам написал. Ну, человек мне написал на email, попросил, сказал, что я хочу помочь, поддержать. Ну, а у этого Доминика, у него сотни этих репозиториев. Конечно, он с радостью отдаст на поддержку человеку, хочет поддерживать. Почему бы нет? И дальше интересно, что тут происходит. Хакер не просто внедряет зависимость. Он на протяжении месяца честно мейнтейнет эту библиотеку. Он смотрит на issues, он закрывает, фиксит что-то, pull requests, что-то делает. И даже выпускает версию 3.3.6. Причем в этой версии 3.3.6 он внезапно зачем-то добавляет какую-то зависимость в flatmap stream. И зависимости нет никаких проблем, нет никаких уязвимостей. Это просто зависимость. Это нормально. То есть, если бы мы смотрели на… Сейчас мы знаем, что это хакер, но если бы мы смотрели, как это просто работает разработчик, ну, нормально, добавил зависимость. Посмотрел event stream, упростилась работа там, добавил flat stream. В таком духе. По-прежнему нет ничего странного. Но тут мы должны обратить внимание, что добавляется этот flatmap с вот такой вот шапочкой. Если вы работали хоть один раз с package.json файлом, вы понимаете, что эта шапочка означает, что при следующей установке у нас npm обновит сразу версию. Ну, по умолчанию мы говорим про патч-версию. Он следующую подтянет сразу. Ну, окей, все равно это еще ничего. Ну, может, просто человек так решил сделать. Может, так удобно. По-прежнему никаких хакерских действий мы не видим. И что дальше? Хакер выпускает версию 4. Опять ничего такого, ничего страшного. И в версии 4 он удаляет эту зависимость. И тут дальше еще через некоторое время таки появляется вредоносный код. Вредоносный код появляется в версии 1.1. Теперь вы понимаете, что кто скачивает новую библиотеку, он видит, что как бы все чисто, никаких уязвимостей нету, все хорошо. Но миллионы, судя по скачиванию, в разных проектах остались на старой версии. На старой версии в N-стрима 3.3.6. Миллионы проектов не собираются обновляться до 4. Но это какие-то старые легаси проекты и так далее. Это не так просто, чтобы обновиться. Никто так не делает, это нормально. Но благодаря тому, что в этой версии вот эта вот висела крышечка, по умолчанию все обновляется вот у этих версий до 0.1.1. И мы получаем, что успешно при обновлении наших NPM пакетов мы словили эту зависимость. Теперь что из себя представляет зависимость? Тут тоже интересно. На самом деле вот этот write9 control, он вообще молодец. Тут, наверное, команда целая работала. Потому что зависимость, уязвимость неявная. Внедрена. Она внедрена с помощью… Во-первых, есть исполняемый код, он зашифрован. Это даже не просто опускация какая-то. Он был зашифрован. Он был зашифрован алгоритмом, подтягивался другой пакет. И какая-то метадата из этого флетмапа, она расшифровалась. Причем расшифровалась, обратите внимание, она расшифровалась description от какого-то пэккеджа. То есть только определенный NPM пакет мог правильно расшифровать и выполнить этот код. То есть оно выполнялось не на всех компьютерах, оно выполнялось только там, где вот этот вот пакет был. И перебрав NPM, мы можем обратить внимание, что она выполнялась только там, где была библиотека, специальные кошелька криптовалюты, копайдэш. Но это еще не все. Давайте еще одну строчку посмотрим. Также она выполнялась только тогда, когда создавался специальный билд. Это я выдрал строчку, которую проверял пакет джейсон опять-таки. И посмотрев на, что там находится у этого копайдэш по вот такому условию, мы находим, что находится компиляция с помощью Ionic для мобильных устройств. Итого, это было сделано так, что вот эта уязвимость запустится только на определенном пакете, только на устройствах. То есть в итоге была таргет группа, мобильные приложения для кошелька криптовалюты. Ну а сам код, сам код он примитивный, что он по факту делал, он сливал ключи от кошельков по определенному API. Вот. И какая тут проблема? Проблема даже не в гениальности этого хакера. Проблема в том, что все это, так как это open source, это было обнаружено, что уязвимость найдена была за 45 дней. В конце концов, event stream тоже обнаружили. Каким образом это обнаружили? Да банально просто повезло. Повезло почему? Потому что библиотека, которая использовалась для шифрования, чтобы скрыть код, она просто устарела версия и начала выдавать сообщения deprecated. И тогда начали разработчики обращать внимание, стоп, почему это event stream в своих зависимостях содержит какую-то криптобиблиотеку. И один вот создал человек, вот как раз там Ишью, разработчик. И разработчики начали ковырять, ковырять и доковырялись до того, что вот такая вот уязвимость была зашита. То есть, как бы это просто повезло. И да, вот так вот у нас происходит с NPM. Часто мы слышим, что какие-то там Java или Ruby разработчики говорят, ой, как у вас все ненадежно, как у вас все плохо, как у вас все непродумано. На самом деле нет. Просто мы намного более популярнее, чем вы. И у нас намного больше пакетов, и у нас такое просто чаще происходит. То, что этого нет в Java или Ruby, конечно нет, это все есть. Я думаю, вы уже знакомы с этой командой. Я крайне рекомендую ее использовать. Как минимум, эта команда убережет вас от того, что уже известно. К сожалению, она не найдет вам новых зависимостей. Она вам просто покажет, что если уже какие-то пакеты под вопросом, что вы это сможете сразу обнаружить. И если вы где-то себя поставите в CI-CD, это в процессе, что у вас, если там что-то в супер-хай-критикал, это у вас не выйдет в продакшн. Вот. И тема по HTTPS. Тоже, которая важна и нужна. Для радости и счастья веб-разработчиков, особенно которые беспокоятся о безопасности, HTTPS ресурсов становится все больше и больше. Скоро уже HTTP не останется вообще. Тут еще такой чисто терминологический вопрос. Есть, очень часто возникает недопонимание, что такое SSL и что такое TLS. И на самом деле все просто. Там Microsoft, как всегда, не поделил с другими компаниями и потребовал, что SSL они уже запатентовали. И поэтому что SSL, что TLS – это одно и то же. То, что работает под капотом HTTPS. Кстати, ссылочка тоже рекомендую посмотреть более подробно по развитию вообще SSL стандарта. Это интересно, какие возникали уязвимости, как приходилось менять версию, обновлять и какие приколы с этим происходили. Тоже вот есть аргументы, почему не использовать. Сейчас уже все меньше и меньше говорят. Раньше очень часто говорили аргументы, что почему не использовать HTTPS, потому что это медленно и потому что это дорого. Ну как бы насчет дорого мы уже, я думаю, почти все знаем, что это бесплатно. И насчет медленно уже тоже все анализы перформанса показывают, что нет, это не так. Теперь вопрос к вам. Что делать, если пользователь по-прежнему заходит на HTTP версию вашего сайта? То есть он заходит не на HTTPS, а на HTTP. Redirect, да? Ну стандартная политика, Redirect. Он зашел на HTTP, мы ему говорим, не, давай Redirect на HTTPS. И он начинает использовать HTTPS, все хорошо, как бы. Но что если у нас возникает такая ситуация, когда мы работаем в незащищенной где-то Wi-Fi сети? Мы работаем без VPN, поэтому хакер всегда сидит там. И мы отправляем запрос по HTTP пакету. Хакер его перенаправляет за нас любезно. Наш сайт отвечает, что пожалуйста Redirect. Ну хакер говорит, окей, я могу сделать Redirect. И он получает HTTP response. Возможно, это формочка логина. Что он делает? Ну хакеру не составляет труда, просто сделать rewrite. И он переписывает все URL с HTTPS на HTTP, на незащищенный. И отдает нам страничку. И для нас происходит все нормально. Это происходит за доли секунды, поэтому мы вообще не видим никакой разницы. Мы продолжаем работать с HTTP. Наш пользователь. Давайте так, мы никогда не работаем, да? Мы уже умные разработчики. Мы никогда не работаем в незащищенных сетях. Мы только работаем по HTTPS. Вот. И мы показываем формочку логина. И наш пользователь отправляет этот логин. Ну а хакер, соответственно, забирает себе credentials. И может эти credentials применить. Ему ничего, никто не запрещает эти credentials. Дальше отправить по HTTPS. Ну и соответственно, он уже установил связь. Все, это классическая атака man in the middle. Что мы можем сделать по этому поводу? Да. И по статистике, кстати, до сих пор, ладно, статистика это за прошлый год, но тем не менее, что 95% всех серверов по-прежнему подвержены этой атаке. Есть такие специальные заголовки, которые называются strict transport security. Что нам дают эти заголовки? Когда мы посылаем запрос на HTTP, нам да, правда, возвращается redirect. Но кроме redirect, мы еще посылаем специальный заголовок. Заголовок, который говорит браузеру, что наш сайт, наш ресурс использует только HTTPS. Поэтому, пожалуйста, когда этот браузер зайдет в следующий день, то он сам на уровне браузера решит, что нет, HTTPS нельзя. Мы сразу посылаем к сайту запрос HTTPS. И как бы по факту хакеру мы проигрываем только первый запрос к сайту. В предыдущем случае мы проигрывали каждый запрос, то есть каждый новый день, когда он вбивал ручками или делал не знаю что, но каким-то образом попадал на HTTP, каждый раз проигрывали. Как еще более минимизировать? Как вообще уйти от вот этого первого запроса? Да, насчет поддержки. Насчет поддержки, на удивление, даже Internet Explorer 11 поддерживает strict transport security. Поэтому strict transport security – это то, что вы можете активировать уже сейчас. Часто облачные хранилища, если вы используете там различные web API интерфейсы, они это уже делают, они это уже умеют, по крайней мере продвинутые. Так вот, как мы можем минимизировать это еще больше? Есть специальный ресурс, почему-то о нем до сих пор мало кто знает. Мы можем на этом ресурсе зарегистрировать, что наш сайт, сайт, который использует только HTTPS. Понятное дело, что мы должны будем пройти тут несколько шагов авторизации, чтобы подтвердить, что это именно наш ресурс, что мы не для кого-то это пишем, а именно для своего ресурса. После чего через пару недель данные, которые вы заполнили, они войдут в билды всех браузеров. Все браузеры изначально будут знать, что ваш сайт HTTPS only. И если у вас уже все настроены хорошо политики безопасности, я имею в виду, что вам не приходится на какие-то опять-таки third party по какой-то причине идти на HTTPS. Имеет смысл зарегистрировать ваш сайт здесь. И будет все хорошо и с первым запросом. Как бы вот что я хотел рассказать. Спасибо большое за доклад. Все было очень интересно. Так, значит, тут, как всегда, много вопросов. Даже еще присылают, ух ты. Да, вопросов тут настолько, что, в принципе, мы сейчас не уложимся. Если кому-то не… Ага. Нет, да не уходите, ну куда же вы, ну тут вопросы. Ладно. По идее, должен был спикер быть корнер по вопросам security, но его почему-то заменили на вопрос архитектуры. Завтра будет. А, завтра, да? Да, да, завтра будет. Ты же еще в Голландию не? А во сколько будет? В Голландию. Ладно. Давай вопросы. Перейдем, это уже, в принципе, вечер. Значит, смотри, расскажи, пожалуйста, о какие проблеме с безопасностью тебе приходилось решать в своих реальных проектах. Да, в принципе, все перечислены. Некоторые нельзя сразу было перейти или некоторые мы в процессе еще транзишена. Опять-таки по разным причинам, потому что мы используем, например, HubSpot. С HubSpot мы не смогли договориться, чтобы они, так как они подтягивают много себе ресурсов, ту же jQuery для использования, мы еще с ними не смогли договориться, чтобы они тоже настроили sub-resource integrity, чтобы все было безопасно, потому что сейчас это наша серпати, это наша основная дыра. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, о секьюрности, local storage и security storage. Насколько это безопасно? Насколько это безопасно? Часто очень есть тут недопонимание, что куки у нас менее безопасны, чем local storage. Поэтому мы пишем local storage. Ну, это как бы неправда. Если хакер получает доступ через cross-site scripting, он может читать и оттуда, и оттуда. Вот, и тут выбор, выбор за нами, только если у нас есть local storage, который будет распространяться по всему домену, то мы можем через наш security storage активировать это в одной вкладке. Ну, тут вопрос скорее юзабильности. Если мы по какой-то причине, мы вот очень заточены на security, что мы хотим это вот в одной вкладке только открыть, и чтобы не было доступа или там как-то специфицировать очень строго по саб-домену. Тут очень идет конфликт. Нет, я бы сильно на этом не фокусировался. Тут сильно большой идет конфликт с user experience, который страдает из-за такой. Хорошо. А как насчет security при SSR, сервер-сайд-рендеринге? Насколько это хорошо-плохо для безопасности вообще это SSR делать? Это прекрасно. Сервер-сайд-рендеринг. Вы выкидываете статику, которая уже не динамическая. И тут на самом деле, смотря, тут надо уточнить вопрос, что вы имеете в виду. То есть, например, тот же… Ну, давайте рассматриваем такую ситуацию. Да, мы отрендерили страницу на бэкэнде, да, выплюем HTML, там есть форма, где мы можем как-то все равно как-то свои креденшалы кому-то передать. Как мы сможем их передать? Может ли как-то хакер это перехватить? Форма и как это связано с сервер-сайд-рендерингом? Идея сервер-сайд-рендеринга в плане безопасности, наоборот, все максимально выносится, чтобы меньше динамики было на клиенте. Вот как Angular, они сделали head-of-time compilation, чтобы вообще выкинуть компилятор, чтобы по максимуму все уже скомпилированное предоставлять точно так же, как со статикой. Если статику мы уже скомпилировали на сервере, там уже ничего не выполняется, то проблема какая может быть сервер-сайд-рендеринг. Когда начинаются там вот еще с времен PHP, jQuery и всех вот этих вот макарон, когда у нас на PHP, или мы в зависимости, на чем мы генерируем сервер, статику, у нас появляются какие-то уязвимости на сервере. И мы уже поломаны. Вот одна причина, почему с точки зрения безопасности в Angular этот head-of-time compilation внедрили, потому что начали мудрить, и Angular, не так как преподогали разработчики, начали использовать и генерировать для Angular шаблоны на сервере. Когда мы уже скомпилированное приложение получили для Angular, Angular отвечает за безопасность, он контролирует передачу данных в шаблон. Он знает, какой это тип данных, как передается. Но если на сервере произошла ошибка, и мы на сервере сгенерируем динамический шаблон для Angular, ну простите, если в шаблоне написано там сделать какое-то плохое действие, то это не уровень контроля данных. Angular это и сделает, если вы плохое что-то напишите, тут фреймверки нас не спасают. И в этом только может быть минус. Поэтому тут, как бы если… Сервер-сайт-рендеринг может быть плох только с той точки зрения, если у вас на сервере нет вообще никакой безопасности. Если вы на клиенте побеспокоились о безопасности, а на сервере забыли. Если вы не забыли на сервере о безопасности, сервер-сайт-рендеринг это хорошо. Хорошо, спасибо. Вопрос про хром 80-й версии, который собирается блокировать все HTTP-запросы. Что хорошо, что хорошее в этом понятно. А какие минусы могут быть у этого? Я думаю 80-я. А какая сейчас используется? 77 или 78, по-моему. 77. Я думаю, они так пугают, чтобы форсировать всех, кто еще не перевел. Я думаю, они уже поднабрали статистику, они посмотрели, что все гугловые сервисы уже используют. И сервисы партнеров уже нормально используют HTTPS. И я думаю, это им дает основания, чтобы активно толкать все эти ресурсы, чтобы использовать HTTP, начинать использовать. Если они до сих пор не используют, мне кажется, это неплохо. А как ты думаешь, почему браузеры по дефолту не предоставляют необходимые методы для защиты? Почему это все ложится на плечи разработчика? Ну, это как с JavaScript, где нету типов. Сначала по-быстренькому что-то напедали, с фокусом на удобство пользователя. Пользователю, давайте в пользователю предоставим все. Причем, когда была активна, сейчас уже поутихла эта война браузеров, сейчас уже все стало понятно, но когда была активна война браузеров, браузеры старались предоставить не больше безопасности, что, кстати, делал Internet Explorer, а наоборот больше возможностей. И поэтому, кто предоставил больше возможностей, тот и выиграл по факту. А Internet Explorer уже все. То есть получается, что сейчас браузеры диктуют то, что мы разребать должны? Да, увы. И поэтому мы следим за обновлениями браузера. И каждый раз, когда я показывал слайд, что вот у нас появилась еще одна фишка, которая на самом деле по логике уже могла быть давно реализована в браузерах. Мы даже бы не разбирали таких проблем. Но, увы. Хорошо. И, наверное, последний вопрос на сегодня. Где же все-таки безопаснее хранить XS токены, рефреш? Безопаснее, ну, наверное, отдельно на флешке как-нибудь носить с собой, потому что все варианты, если вы имеете доступ на JavaScript, это значит, что хакер будет тоже иметь доступ. Есть разные трюки с использованием iFrame, сэндбоксов, когда вы там разрешаете только в определенном ограниченном пространстве или как-то настраиваете, что у вас через iFrame коммуникация идет, а в iFrame там какие-то важные действия, или во iFrame авторизация, ну, все это такая вот, вот как песочница, мы говорим песочница для токенов, так и песочница это на уровне детских каких-то игр. То есть все равно это несерьезно. Если хакер получает доступ, ну да, мы так, когда мы разделяем на разные области, когда у нас есть не одна область, он, например, получил доступ к общей области, но в iFrame у нас где-то авторизация, к iFrame он не получил доступа. Но это тоже такая специфика, на которую я бы сильно не ставил. Хорошо, спасибо тебе большое за доклад. Спасибо. 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 Продолжение следует...